Девушки отдыхают Здравствуйте Здравствуйте Как поживаете? Прекрасно Я рад Вашими молитвами Ну я рад, что они помогают, слушайте Серьезно Ну если вы молите за Украину, то нормально Я, конечно, молюсь за Украину А как нет, по-другому как может быть Весь мир молится за вас Спасибо Чтобы мир наконец наступил у вас Ну дай бог, дай бог Умирать люди перестали Ну да Разрушать то, что осталось Это сто процентов Вопрос вам можно задать? Да, как говорите Как вы думаете, Запад будет помогать в восстановлении Украины Так как помогает сейчас в ее разрушении? А в разрушении помогает? Да Ой, нифига Ну смотрите Запада еще не было Когда 24 февраля Украину бомбила Россия Все города Украины 24 февраля Ровно 4 часа Как Гитлер бомбил Советский Союз Киев бомбили Тоже 4 часа И так там же Украину бомбила Россия И тогда же Запада не было Никого, ничего не помогали И все города были разбомблены По 4 по 5 ракет в каждый город пролетало К этому Запад был вообще ни до чего А потом уже начал Запад помогать нам Конечно, потому что сами не могли справиться с этой ситуацией Ну да Вот Вы говорите, короче Так я же вас спрашиваю Я же вам конкретный вопрос задал Ну, вы знаете Ситуация такая Украина Большая страна И нормальная, и разумная, короче Дай бог справиться с этой ситуацией Что сейчас есть, короче С этой войной закончить войну И будем по чуть-чуть сам ее установить Если надо, короче, понимаете Если кто-то хочет помочь Это, ну дай бог, поможет Ну, понимаете Чтобы кто-то хотел помочь Вы знаете же В мире капитализма В мире капитализма В мире капитализма Если кто-то хочет вкладываться То ожидают от этого какой-то прибыток То есть Ну, я все понимаю, да Ну, вы знаете Дай бог закончится война Короче Мы выйдем на свои границы Короче, блин Потом будут судить Путина, конечно Блин И Россия будет спрашивать репарации Ну и Я думаю По чуть-чуть будет все останавливаться По чуть-чуть То есть если победите Ну, это 100% что победим Это 100% А какие предпосылки к победе? Какие предпосылки, короче У нас народ настроен Настроен, короче, защищать свою страну А не нападать на кого-то, короче И вот Я вам скажу Что нас все 24 числа У нас все добровольцы Мы все ушли Все У меня бизнес, короче, я тоже помогаю Волонтеры, короче У меня люди работают, короче И вот такая ситуация Если надо, я 100% пойду Ну да, да, да Я вот смотрю просто здесь очень часто люди говорят Я не воюю, я не военный Я вот помогаю, я волонтер Вот волонтер Нет, смотрите У нас сколько миллионов в Украине Все не могут пойти Сейчас я даже не знаю А сколько у вас сейчас миллионов, кстати? Я не знаю Может 15, может 20, может 30 Сколько осталось Без понятия Никто ничего не считает Очень много народу выехало С Украины Это как началась война Это в море народу выехало Это ну Ваше государство как-то поддержит? Ваше государство как-то оказывает поддержку тем, которые выехали? Ну, наша государство помогает тем, кто приехал сюда к нам Например, на Западную Украину Оттуда всех Из Харькова, из Херсона Например, у меня живут люди тоже С Херсона У меня есть два дома Один дом отдал им Они живут Ничего мне не платят И им держава еще выделяет какие-то деньги Чтобы они жили здесь нормально А тем, что там за границей Это я знаю, что в Польше Или в Германии Или где там, короче Эти страны Как вы думаете Как вы думаете Какое количество людей вернется С Европы назад? Ну, не знаю Я думаю, что Не знаю Сейчас, конечно Короче В процентном отношении Ну, например Выехали оттуда Больше откуда? С Харькова С Мариуполя С Миколаева С Херсона Изюм Это все города Эти выехали сюда Короче, люди Много Очень много Короче Потому что я был на границе Короче, я видел Откуда люди После 24 февраля Через месяц Я был на границе Смотрел Откуда люди Выезжали Короче Ну, и там Например Города все Разбомлены Все Развращаться Куда В никуда Конечно Куда они Приедут На свои Развалины Конечно Хорошо Я это понял А вы говорите Освободите свои территории Мне просто интересно Территории Какие Освободите Ну, ты Что было Захвачено До 14 года Я вот здесь Часто разговариваю С людьми С Донецка Попадаются И с Луганской И с Крыма Очень много Попадается Людей Знаете Они все Заходят Под украинским Флагом И Я еще Не так много Людей видел Которые бы хотели Чтобы Опять это было Украина Что с ними Будете делать Это 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 не люди Это сепаратисты Это Которые Предали Свою страну Я так считаю Потому что Нормальные люди Они украинцы Я не знаю Кто они Короче Но они являлись Гражданами Украины Я Не знаю Я за них Не знаю Подождите Если люди Подождите Подождите Молодой человек Подождите Молодой человек Если люди На тех Территориях Не хотят Чтобы там Была Украина Что вы Будете Делать С этими Людьми Если Они Хотят Въезжать В Россию Там Живут Спокойно должны выехать. Они там жили исторически. Они же хотят России. Они не хотят Россию. Нет, подождите. Они не хотят Россию. Они не хотят, чтобы там была Украина. Вот так вот. Я не знаю. Территория Украины... В каком году? Где она должна быть? И все. Это есть территория нашей страны. А кому не нравится, пожалуйста. Есть Америка, есть Франция, есть Россия, есть Сибирь. Куда хочешь? На Урал. Там земля... Если большинство людей, например, не хочет Украину, вы их будете выселять? Никто их выселять не будет. Разбираться будет сначала СБУ, конечно. Если они были какие-то сепаратистами, работали, противники, прощадки, ну и судей, конечно. Уже 8 лет, там другая власть, поэтому они соответственно работают в государственных органах, полиции, во всем остальном. Есть люди такие, понимаете, я вам скажу ситуацию, например. Есть люди, очень много людей, которые в 14-м году выехали оттуда. Так. И к нам сюда, на западную Украину. Много. Моих знакомых таких много. Если сюда приехали, здесь живут, их родители там жили, потом в 16-18 году их тоже сюда перевезли. А если такие, что остались, некуда им деваться было, остались там, короче. Ну, они нормальные люди, украинцы, понимаете? Они живут в своей стране. Что будете делать с теми, которые не хотят, чтобы там была Украина? Я вас третий раз спрашиваю. Один и тот же вопрос. Я говорю, судить их будут. Если они предали свою страну, короче, да, работали на сепаратистов, короче, их будут судить, конечно. А если вот я, к примеру, если я гражданин Крыма, давайте представим, я гражданин Крыма. Меня все устраивает эта власть. И тут у меня появляется перспектива, что вернется Украина, мне, в принципе, по барабану, но я знаю, что меня тогда отдадут под суд. Нет. Мои действия какие? Ну, таких людей никто субъединить не будет. Нет, подождите. Что, каких субъединить? Вы меня вообще не услышали, что ли, или не поняли? Я говорю, если я, к примеру, гражданин Крыма, пришла другая власть, я, соответственно, работаю на эту власть, я живу, я плачу налоги, я все, как Крым, Крым, все. Ну, понятно. Приходит вдруг Украина, и перспектива того, что меня будут судить, мне абсолютно не нравится. Какие мои действия? Не буду судить. Вы только что сказали, будут судить. Те, кто поддерживал эту власть сначала, Хорошо, я поддерживал. Дальше что? Я поддерживал. Ну, вас будут судить, конечно. Ну, судите все. Хорошо, вот у меня перспективы такие. Как вы думаете, что я буду делать? Убегать в Россию? А можно рассмотреть как еще перспективу? То есть я возьму оружие и буду защищать себя и свой дом? Ну, может, защищаться, ну, тогда вам повезет или не повезет, короче. Или возьмут в плен у вас, или убьют, но это уже ситуация. Вы откуда вообще будете? Западной Украины. А, понятно. А с каких пор вдруг Галичина решает, как там в Крыму должно быть? Вы кто? Ну, как? Нет, никто не решает, понимаете? Никто не решает. Вы понимаете, почему вот вы в свое время в вашей территории отжаты были у Польши, по-моему, да? Или у кого в вашей территории были отжаты? Ну, это было столько лет назад. У кого ваша территория была отжата? У Польши? Нет, почему отжата? Польша была, когда-то захватилась. Отжата у вас. Правильно. Правильно. Вам вернул это Советский Союз? Это 100 лет 200 лет. Вам вернул это Советский Союз? Правильно? Ну, как вернул, короче? Вам вернул это Советский Союз. Ленин, конечно, там какая-то революция. Вы развалили Польшу. Вы развалили Польшу вместе со Сталином и с Гитлером. Это 100 лет назад. У вас тоже не было. Не-не-не-не-не-не-не-не. Поляки помнят. Поляки помнят. И я помню. Это сейчас. Я помню. Поляки помнят. Поляки помнят. Нет, нет, это ненормально, не, нет, вы думаете хитрожопо так пропетляете между, вы думаете так хитрожопо пропетляете? Если справедливость, то полная справедливость. Вы развалили в 1939 году Польшу, отжали территории, прибарахлили с территориями, мало того отжали кое-что у Румынии. В 1939 году началась война. Вы отжали территорию. Вы отжали территорию. Вы отжали, правильно, вы напали на Польшу. А вы говорите, украинцы отжали территорию. Конечно. Россия напала на Польшу. Россия была вместе. Почему вы тарахтите? Россия была вместе с Украиной. И почему? Знаете, что мне говорит? Знаете мне, что говорит, что это именно вы отжали? Потому что территорию присоединили именно к вам. То есть вы были заинтересованы стороной. это территории вы были заинтересованы стороной в отжатии советским союзом я могу я могу назвать вас виновником второй мировой войны нет она не была тоже не я не я говорю я не буду ваша ваша теперь мирно зачем было сейчас начинается что ли самоду не причем здесь четырнадцатый год вы отжали территорию польши тридцать девятом году иначе были забыли ничего не забыли я помню ну если вы помните ну я помню флаг большой вам вот вам тоже флаг большой куда хотите его туда и воткните потому что вы быстро запоминаете еще лет через действие про крым забудете не забудем почему не забудете а почему почему поляки должны были забыть про львов что львов это не лембер если если надо и знаете и кубань заберем честное слово да вы уже во всем мире пытаетесь все забрать мне интересно мне интересно когда я хочу увидеть вас в бронежилете киевка сачки ну если надо короче надо надо идем но на идите ни на меня не надо вам нам вам вам и я у меня войны нет у вас война у вас тоже война скоро будет нет не будет Почему? На вашей территории уже сейчас тоже война идет. Где? Ваша территория, это Запорожье, это уже Херсон, это Донецк, это Луганск. А, то есть вы согласны, что это территория России? Не, ну это вы так говорите. Не, не, вы только что сказали, на вашей территории идет война. Ну так, так, Россия говорит. Вы только что сказали, что на вашей территории идет война, значит вы согласились. Ну вы захватили эти территории. Чьи это территории? Теперь мы отбиваем. Чьи это территории? Наши украинские территории. Так, то есть на чьей территории война идет? Сейчас уже на наши, на украинские и на русские. Так можно считать, да? То есть у меня войны нет. У вас есть война? А вы не слышали после вчера? Курск бомбили там тоже. У вас война там не идет? А вы прыгаете с темы на тему, да? Нет, Курск бомбили. Слушайте, а зачем вам вот эти вот территории? Кубань, вы не можете даже пользоваться тем, что у вас есть. А зачем вам наш украинский... Вы не можете пользоваться даже тем, что у вас есть. Не можем, у нас все прекрасно. Нет, где у вас было прекрасно, скажите мне. У нас все прекрасно было. Что вы создали? Мы входили в Евросоюз. Нас сделаем без виз. Я не захотел в любую страну. Какой без виз? Я с визой тоже самое ездил. Я с визой тоже ездил, куда не надо. Я с визой тоже ездил, куда хотел. Хорошо, давайте, держитесь. Тарахтело, блин. Западной Украины вот так вот говорить. А сидит в куртке, кстати. А тебе чего надо? Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли. Два магнитофона, две кинокамеры, два портсигара. Пожалуйста. Так челобитную царю подаешь. Позвольте. Вы не хулианки.